Всем привет! Меня зовут Алексей Ханаков. Сегодня мы с вами находимся в фотостудии и будем делать новые хорошие кадры с использованием новых световых схем. Сегодня нам будет помогать модель Даша. Спасибо ей за то, что пришла. Давайте начинать. Сегодня мы с вами будем работать в стиле высокого ключа. Есть такая световая схема, которая позволяет делать фотографии, ну скажем, наполненной воздушностью, светлотой и это идеальный вариант для работы с женскими портретами. Давайте посмотрим, как он работает. Первое, что нужно сделать, это, конечно, попросить модель прийти правильно подготовленной именно к такой съемке. До этого может быть выбрана белая светлая одежда, либо это может быть что-то ньют вариант, то есть голые плечи. Это вполне тоже допустимо и отлично смотрится. Мы уже предварительно настроили свет на фоны, два источника света. По мощности выбрали где-то половина их номинальной мощности, одна вторая. Получилось 100 джоулей. Не очень мощный, но для фона как раз самое то, идеальный вариант. И, соответственно, теперь нам осталось поставить только свет, который будет рисующим на модели. Два источника света, примерно 250 джоулей каждый, по высоте около 30 градусов относительно головы модели, чтобы появились некоторые тени на шее и на подбородке, на скулах тоже. Так, мы поставили уже свет, давайте начнем снимать. Выключим основной источник, чтобы он нам не мешал, и останемся только с теми приборами, которые будут задействованы в съемке. Настройки здесь довольно простые. Мы ставим выдержку 1,125, диафрагму поставим 8, ISO 100, потому что у нас студия и света полно. Попробуем поснимать в черно-белом режиме, потому что нежность можно передать и таким способом. И высокий ключ круто смотрится именно в черно-белом варианте. И баланс белого, наверное, поставим вспышку, посмотрим, что получится. В высоком ключе мы также можем сделать и цветной вариант. Подходит он не на все съемки, но давайте попробуем, что получится у нас с Дашей. Ну что, мы закончили съемку. Давайте подведем некоторый итог. Во-первых, съемка в высоком ключе позволяет сделать действительно очень яркие, светлые фотографии, особенно если вы фотографируете женские портреты. Мы с вами использовали сегодня технику съемки в черно-белом варианте. Это тоже довольно интересно получилось. Вы уже видели результат. И что еще можно сказать? Можно ли сделать такую картинку дома? Теоретически можно, если вы будете использовать белый фон и как можно больше приборов поставите вокруг модели и на фон. Тогда да, тогда у вас все получится. Самое главное помните, что высокий ключ не терпит пересветов, поэтому будьте аккуратны при настройке фоновых источников света и при настройке основных рисующих источников света. Настройки я вам сказал ранее. Надеюсь, что у вас все получится. Дерзайте и удачи!